Продолжение следует... Давно-давно ещё римляне говорили – повторение – мать учения! Так вот, может быть, сначала несколько слов попытаемся сказать, вспомнить о том, что же такое православие, которое мы исповедуем. Потому что только тогда на фоне этого мы можем дать надлежащую оценку и тому же католицизму, ну и прочим явлением нашей современной жизни. Мне хочется обратить внимание, прежде всего, на тот фундамент, на котором стоит православие. Что это такое? Что это за фундамент? Вот сейчас мы ехали в машине, разговаривали между собой, с водителем. И были очень интересные вопросы, и в частности вопрос о том, на чём кажется, не кажется, а действительно и должно стоять наше православие и вообще христианство. Священное Писание, не правда ли? Мы все на нём, вся церковь стоит на нём, всё из него. И что оно такое? Вот обратите внимание, в Священном Писании одно, а сколько сейчас христианских направлений, так называемых конфессий, кроме православия, посмотрите, и католицизм, и протестантизм. А когда сказали слово протестантизм, то мы сказали, то мы назвали огромное количество разных ветвей. Огромные! Я как-то спросил, где-то, по-моему, в Америке, сколько же у вас, наверное, десятки? Они говорят, ошибаетесь, у нас сотни этих направлений. Причём чуть ниже дневно появляются новые, исчезают какие-то старые, но многие и остаются существовать. И всё на одном Священном Писании. Те же самые четыре Евангелия, те же самые послания апостольские, но, если хотите, и тот же самый Ветхий Завет. А смотрите, сколько конфессий! И как же быть? Как же быть? Спрашиваем, а почему вы верите вот так, а не этак? А мы так понимаем. Мы понимаем именно вот так. Интересно! И как же быть? Вот, пожалуйста, реальность, перед которой сейчас мы стоим, с которой не могут справиться очень многие, даже искренне ищущие правильной веры. Как быть? Кому и чему верить? Когда кажется одно и то же место, и мы понимаем совсем по-разному. Вот и хочется сказать, что самым первым основополагающим камнем в исповедании православия является исповедание следующего. Для нас истинным является только то, что обосновано, о чём говорили, о чём, согласно, учили ни кто-нибудь, ни профессора, ни архиереи, ни монахи, ни миряне, а бесспорно святые люди! Святые люди! которые очистили свои души от страстей и страстишек, от самолюбия, от тщеславия, от мнения о себе, что они всё знают! Очистились! Они действительно стали носителем Духа Божьего! И поэтому, когда мы обращаемся к ним, мы надеемся и здесь услышать сам голос Божий! Творение святых отцов – это, если хотите, это продолжение Священного Писания, потому что они, святые отцы, говорили тем же Духом Святым, которым и само Писание написано! Тем же Духом Святым! Вот эти-то люди, которых Церковь называет святыми, причём святыми, стоит сказать тоже! Вы знаете, что? Учтите! Вот вы сказали – святые! Но есть же святые, которые достигли такого очищения души, что стали носителями Духа Божьего! Есть святые, которые причислены к лику святых, но не потому, что они достигли чистоты душевной и совершенства духовного! Совсем нет! Вот сейчас вы знаете, что? Вот, там автоматчики идут! Так? Так! Если кто не отречётся от Христа, будет расстрелян! Так? Все, кто отрекается, можете выходить спокойно! Остальных сейчас всех расстреляем! И сейчас бы среди нас, я думаю, нашлось бы немало тех людей, которые сказали бы – стреляйте! Но я бы в веки, веков не отрекусь! Расстреляли бы! И церковь канонизировала кого? Нас! И верно бы сделала, что канонизировала! Потому что канонизация – это акт какой? Показать – вот, кому мы должны следовать в своём исповедании веры, в своей жизни! Но мы-то бы с вами знали, которые не отреклись от Христа, кто мы есть! Господи! Да в нашей душе да полно всякого, всякой всячины! О каком же там говорить о какой-то чистоте души? Да, конечно, нет ничего! Все страсти в нашей душе! Но здесь, здесь, перед лицом окончательного выбора, или ты отрекаешься и получаешь эту жизнь, ещё миг жизни, или ты действительно нет, Господи! Я грешный человек, но я никогда от тебя не отрекусь! тебя расстреливают и церковь канонизирует и делает правильно! Да! И Господь за это исповедание, за эту твёрдость веры, за то, что перед лицом выбора жить или умереть ты не отрёкся! Да! И Господь сподобит Царство Божие этого человека! Он свят! Но! Но! Он что? Просвящён Духом Божьим? Да! Он чист от страстей! Всё, что он говорил и писал, это его... Это что, Духа Божьего написано? Ну, представьте себе, если бы правый разбойник, правый, до этого писал какие-нибудь там книжечки, и было бы ясно, о чём он писал, этот разбойник, и убийца, и бандит! И мы бы что, потом стали говорить, ижего святых, отца нашего, да? Разбойника благоразумного! Нет! Не об этом идёт речь! Это очень важно понимать, что святость это не гарантия ещё того, что этот человек, значит, действительно говорит и истину, исповедует, пишет, говорит, говорит, да, это ещё нет! Мы о чём говорим, когда утверждаем, что православие своим фундаментом, на котором только и может быть построена церковь, построена на нём, и каждая свою церковь личную может строить только на каком фундаменте? Тех святых отцов, которые силою своей веры и своей жизни стали носителями действительно Духа Божьего. Мы их часто, как называем, преподобные. Слышите? Не только подобные, а преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Антоний Великий, преподобный и Великий Макарий, преподобные отцы, которых мы читаем в томах добротолюбия. Вот на ком мы строим что? Свою веру, то есть понимание Священного Писания, понимание Евангелия, понимание слов Христа, понимание слов Апостола. Вот где мы находим истинный смысл, истинный смысл. Почему истинный? Повторяю, потому что они, эти преподобные, писали тем же Духом Святым, которым был написан и само Священное Писание. Это, если хотите, краеугольный камень нашей веры. Краеугольный камень. Потому что другого критерия нет. Всё, что вне православия, знаете, чем страдает? Почему такие уходы от христианства? Почему такие искажения христианства? Почему это католицизм, протестантизм? Откуда? А я думаю вот так. Ах, а ты думаешь так, голубчик! Какой же ты умный! Как лютер говорил, на том стою и не могу иначе. Я не считаю себя выше профессоров и соборов, но я моего Христа считаю выше всякой догмы и собора. Здорово! Не правда ли? Я моего! Слышите? Слышите, на чём стоит вера человека? Я считаю! то есть, фактически, что говорит человек? Плевать мне на всех этих Антониев, Макарьев, Сисоев! Вот и оказывается, что в наше время, в любое время, но сейчас особенно, важно помнить об этом фундаменте нашей веры. Так уж много сейчас появляется всякой всячины! Столько духов поналетело на нашу бедную Русь, особенно после этой перестройки, когда открыли границы, идеологические границы, открыли Россию, и всякая тварь, какая угодно, может оставить грязные следы у нас, в наших душах человеческих. Столько много, что, Боже мой! Поэтому сейчас надо обеими руками держаться. За кого? Вот за каких святых отцов! Ещё раз! Теперь помню, почему я так подчёркиваю? За каких святых отцов? От того, что нас с вами канонизируют, это не значит, что мы с вами говорили истину и писали Духом Божьим! Там, может быть, всё точно наоборот! Именно вот какие святые отцы! Именно на их, на их жизни, на их учении мы можем только найти истинное понимание Слова Божьего! Этим православие и отличается от всех западных исповеданий. Назовём их так! Западных исповеданий и католицизма, и протестантизма, потому что там произошло страшное дело! Слышите? Страшное дело произошло! ушли от отцов и своё мнение поставили выше, выше мнение кого? Не мнение, а учение! Не мнение, а откровение Духа Божьего, говорящего об этих святых людях! Вот это первое, самое главное, что необходимо нам помнить! И если хотите, если хотите, когда речь идёт о каких-то богословских дискуссиях, особенно дискуссиях, связанных с представителями других конфессий, то один из главных вопросов – а почему вы так считаете? Я помню, когда мы заседаем, часто вели собеседование, они и сейчас ведут собеседование с протестантами, просто задавали простой вопрос – а почему вы ссылаетесь всё время на лютера? Я помню, задаём, скажите, почему на лютера? Почему не на Антония Великого? Почему не на Афанасия Великого? Почему не на святых? Почему на лютера? Что? Чем он прост... И начинается не знаю, что сказать! Ещё бы! если вы только почитали, что писал лютер, какой у него язык, какая мораль, какие ругательства только! Просто даже неудобно, что только можно встретить там. У нас эта святыня – фундамент, здесь фундамент, что какая-то личность, которая оказалась здесь, оказалась, действительно имеет огромную внутреннюю силу, силу повести людей за собой. Такие люди встречаются! Их называют лидерами! Да, такие люди бывают! И всё! И только по этому оказался он с толком веры! Я это в качестве иллюстрации говорю об этом! У нас есть критерий истинности! Критерий! Это святые отцы! Там нет критериев! Нет критерий! Приходилось же прям! Вы считаете, что Христос – Бог? А я считаю – нет! Он совершенный человек! Вы слышите? Вы верите в Богоплощение? Я – нет! Это всё произошло естественно! И хочу вам сказать на всякий случай! Знаете, в западных вероисповеданиях уже фактически нет понятия истины, а есть только понятие мнения! Я так считаю! Мы так верим! Вы иначе верите? Пожалуйста! 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 Можете как угодно верить! Как угодно! Простите, а истина-то есть или нет? Ну! Ну! Что же «ну»? Если мнение становится истиной, тогда где же истина? Ибо мнений множество! Где же критерий истины? Православие имеет этот критерий истины, православие имеет этот фундамент, на котором мы можем строить всю свою веру, то есть веручение и всю свою жизнь, то есть основы духовной человеческой жизни. это первое важнейшее положение, положение, которое действительно выделяет нас из всех конфессий современного христианского мира. еще один момент очень важный. Что такое духовная жизнь? Что говорят об этом святые отцы? Что говорят об этом отцы не святые? Что это такое? У нас есть... Как-то была издана не столь давно книга, небольшая книга, название которой мне очень понравилось. называется она путь немечтательного делания. Интересно! Путь немечтательного делания. Какое-то, может быть, мечтательное делание? Что это такое за путь немечтательного делания? Ну, конечно, это касалось чего? Там излагал биография и письма, и некоторые беседы, и размышления игумении Арсении Себряковой, замечательной подвижницы с самого конца XIX века и игумении с хи монахини Ардалионы. Это действительно святые святые люди. Когда их читаешь, то просто делу даёшься, действительно, как Дух Божий может говорить через человека. Что за мысль такая? Что такое путь немечтательного делания? Чем отличается православие от всех неправославных исповеданий? Тем, что оно предупреждает каждого человека, каждого верующего христианина, не вздумай жить мечтаниями! Духовная жизнь – это не мечтания! Духовная жизнь – это не просто какие-то переживания в душе человеческой, эмоции или сладости или прочие вещи. Нет-нет! Духовная жизнь – это очень трезвая жизнь, которая имеет свои законы духовной жизни и которые надо знать, во-первых, и соблюдать которые, во-вторых, чтобы не оказаться в дебрях, непроходимых дебрях различных фантазий как ума, так и сердца. мечтательность – это страшная вещь! Она уводит человека от реальной жизни! Даже говоря о нашей практической жизни, и то уводит! Сколько люди глупостей делают из-за этих мечтаний! А уж когда касается вопрос духовной жизни, то есть вопрос как жить по заповедям Божьим, то здесь какие мечты! когда человек заблудился, да, ему хочется выйти, но только ты попробуй, значит, я пожалуй вот эта дорожка, и я выйду вот туда-то, и там будет то-то, разве он об этом думает? Он ищет где? Где путь? По каким-то признакам? Что-то вспоминает? Пытается найти истинный путь, а не мечтательный. Так вот, касаясь именно правильной духовной жизни, православие как раз и призывает к тому, чтобы, изучая творение святых отцов, жить не мечтательно, а трезво по тем началам, которые они заповедуют. Может быть, стоит даже отметить некоторые эти начала несколько очень важных положений, о которых действительно необходимо знать. Первые, может быть, и главнейшие. Как только мы сказали вообще слово религия, религия просто, тем более христианская религия, мы сразу же знаете, что сказали? Мы сразу сказали о связи с Богом, обращении к Богу, о молитве сказали мы. Нет религии без молитвы. Нет её просто, нет! Никакой связи человека с Богом не может быть, если нет молитвы. мы касаемся сейчас с вами чрезвычайно серьёзного положения христианской веры. Нет религии, нет веры, нет жизни там, где нет молитвы. Может, надо подумать, что и говорить, и так всем ясно. Ясно? Ясно? Ах, ясно! Прочтите, Отче наш! Вы что, всю молитву до конца сумеете прочитать? И никуда не улететь своей мыслью? Боже мой! Только начинаем читать любую молитву, и уже в каких сферах, в каких облаках начали Богородицы Дева радуйся, окончили проспектом мира или политическими какими-нибудь событиями, или своими домашними делами, или своими ссорами, или своими планами. Кажется, Богородицы Деву пою, но никакой Богородицы у меня тут нет! Какая Богородица? Какой Отче наш? Какая молитва? Я весь совсем другом мире! А вы знаете, как строго пишут святые отцы о молитве совершаемой без понуждения себя к вниманию. Молитва без внимания – это пустое биение воздуха, это мыльный пузырь, это оскорбление Бога! Вы слышите даже? Я говорю, без понуждения себя к вниманию. Научиться сразу вниманию не так просто. но беда, когда человек и не учится вниманию, и не понуждает себя к вниманию. Так можно читать молитвы без внимания, так можно совершать богослужения без внимания, таинства и всё, что угодно. Вы знаете, какая беда присутствует в христианском мире? Всюду идут богослужения, всюду храмы, всюду молебствия. О, Боже мой! Если бы только мы увидели из этого огромного числа этих всяких молебствий, богослужений, огромного числа людей, которые присутствуют, а сколько же там молитвы! мы бы, наверное, пришли бы в ужас! Правда, есть один момент, когда мы молимся изо всей силы. Молимся когда? Молодёжь сдать экзамен, поступить в институт, выйти замуж, жениться или исцелиться от такой-то болезни, избавиться от такого-то несчастья, пережить такие-то обстоятельства тяжёлые. Вот здесь, здесь мы помолимся и даже свечку поставим, и не одну даже поставим. Здесь это мы сделаем. Тут касается моей кожи, которая сгниёт. Как только касается души, здесь где же молитву-то? Ходили к Матроне? Да! Молились о том, чтобы избавиться от зависти? Нет! А почему же нет? А что случилось? почему нет? У вас что, нет её? Или вы считаете, что это, так сказать, мелочь? Что такое? Кто молится? Господи, помоги мне не осуждать! Сам весь в грехах, а только и знаю всех осуждаю направо и налево, снизу доверху! А это несчастное тщеславие, что делает! А зависть об этом мы не молимся! О чём тут молиться? Тут мы хороши! Только в рай посылай! Страшная беда! Страшная беда, что мы, христиане, остаемся без молитвы! Всю жизнь кажется, ходим в храм! Исповедуемся, кажется, причащаемся и остаёмся без молитвы! Хуже уже не придумаешь! Каким самообманом мы занимаемся! твёрдое положение, твёрдое и несокрушимое положение! Там, где человек не понуждает себя к вниманию в молитве, знай, ты самым ужасным, безобразным образом обманываешь себя! Бога не обманешь! Он видит мою душу, что там есть и что у меня в уме крутится, всё видит, а себя-то ты что же обманываешь несчастным образом? Пролетели твои десятки лет, и с чем ты ушёл? Самообманом! Какая катастрофа! Мне кажется, для каждого верующего человека наверное, должно быть понятно. Оказывается, я строил дом из мыльных пузырей и радовался. Хожу, хожу в церковь, хожу, да, хожу в паломнические путешествия, а лучше поездки, как интересно, да, прикладываюсь к святыльям и к мощам и к иконам и так далее. А душа с чем остаётся? Пустой! Вот это действительно беда! Поэтому просто удивительно, но звучат слова читаешь? Кажется, просто парадоксально звучит. Какие читаешь слова? Надо начать учиться молиться. Боже мой! Да я же всю жизнь молюсь! Ну, как-то помолился. Ой, хорошо! Архиерей служил там. Ой, знаете, хор гремел, шукатурка сыпалась, ой, торжестино было! Помолился прямо помолился! Сходил на зрелище, церковное шоу! Правда же! Не только светское, и церковное может быть! Вот видите, приходится говорить о таких вещах. Причём, самая главная вещь какая? Нужно начать учиться молитве! И это такие слова произносятся кому? Людям, которые, кажется, всю жизнь в храме, всю жизнь читают, кажется, молитвы, всю жизнь слушают молитвословия, посещают богослужения, и вдруг им, им святой человек говорит, дорогие, давайте начнём учиться молиться! Это, знаете, это как гром среди ясного неба! Действительно! Так я же никогда и не начинаю! Я привык без внимания совершенно относиться к этому! И это стало моей нормой так называемой молитвы! Нормой стало! Какой ужас! Нормой стало играть в мыльные пузыри! Жуткий самообман! Почему один из святых описал преподобный Семён Новый Богослов весь мир и, кстати, христианский мир находится в жестокой прелести! Вы знаете, чем отличается, кстати, христианство от язычества? Очень важно! Мы думаем, язычество – это значит сразу всякие боги, башки там, всякие жертвоприношения и так далее. Да это всё следствие! Главное, в чём состоит? если христианство говорит о том, что суть нашей веры, нашей христианской веры состоит в том, чтобы приложить все силы жить по заповедям христианским, бороться со своими страстями, которые возникают в нашей душе, в нашей сердце, в нашем уме, то есть бороться за исправление себя хоть немножко, освобождение себя от этих страшных пороков и болезней. Вот что! То есть, всё внимание христиан обращено на что? На душу, на её состояние. То язычество, на что обращать внимание? На соблюдение внешних церковных предписаний. А какие церковные предписания? Церковные дисциплины, церковного порядка. Какие? Совершать богослужения, ходить на богослужения, принимать таинства, какие положены, подавать записочки за здравие и за упокой, чтобы не перепутать только, конечно, свечечки передавать через правое плечо, а через левую что не дойдёт, тогда уж не знаю, что такое будет. Ходить к мощам, к иконам, вы знаете, по святым местам ездить. Ой, ой, такая благодать, ты была там? Нет. Ой, какая благодать, там безобязательно съездить туда. Ну-ка, коль она не была, то тут же, конечно, значит, благодать, конечно. Если раньше это люди ходили к кому? К святому человеку! То мы сейчас очень здорово сделали! Очень здорово! Мы решили проблему. Ну, хорошо, но если нет такого святого, ничего, мы пойдём на те места, где были когда-то святые. Места стали святые и довольны! И довольны! Посещаем святые места и с чем приходим? Ну, каким я был, таким остался. Но зато развлечением. Язычество характеризуется чем? Вот этим вниманием к мнению ко всей внешней церковной жизни. В этом вся суть, вся религия, вся моя вера. А христианство говорит совсем о другом. Василия Блаженного спросили на праздник, много ли народа в храме было? Храм был битком. Он ответил, да всего два человека. Храм битком был. Всего два человека. Он был. Ну, кто-то ещё, значит, кто-то молился. А остальные все стали рот разевали и ждали, когда же кончится. Итак, важнейшим положением, на котором ещё настаивает со всей силой православие, и о котором уже фактически вы слышите интересное явление. Фактически уже никто ничего не говорит. Да и у нас уже так, возлюбленные братья и сестры, молитесь, 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 да. Как молиться? Так вот, если православие ещё всё-таки говорит, призывает к молитве, то там уже, где уже нет её молитвы, всё подменили ритуалом, то есть внешней, внешней стороной церковной жизни. А это по определению язычества. Да, тут будут стоять и кресты, иконы, но моё состояние духовное, языческое, потому что я нисколько не думаю о состоянии своей души, а думаю о том, как бы исполнить вот эти внешние вещи. Конечно, что такое молиться? Но вот мы сказали уже, что молитва без внимания – не молитва. Но, конечно, мало же внимания, сами понимаем. Я очень внимательно могу молиться о том, чтобы меня не болела нога, или рука, или голова. Не об этом идёт речь! Церковь не запрещает помолись, если уж хочешь. Но церковь-то о другом говорит совсем. Там, где нет покаяния, там и молитва уходит в какое-то пустое пространство. В пустоту! запустите ракету вверх и улетит. Куда? Куда-то! Неизвестно куда. Так и молитва. Даже если, когда мы молимся о чём-то такой вот земном, земном, она улетает в пустоту и в пространство, если в ней нет покаяния. Без покаяния какая же это молитва! Неужели мы такие святые стали, что нам и каяться, что ли, ненужное? Неужели наше покаяние всё состоит только в том, чтобы прийти, прийти, не знаю, сколько раз в году к священнику на исповедь и сделать отчёт о проделанных грехах? Разве это покаяние? Перечислить то-то, то-то, то-то! А покаяние где же? Что такое покаяние? Это действительно болезнь сердца! Болезнь не физического сердца, я говорю, а болезнование сердца! Та же Игумене Арсения, которая является одним из основных авторов этой книги «Путь немечтательного делания», она прямо пишет, что та молитва, которая совершается без болезнования, без болезни сердца, является мечтательностью, мечтательностью, то есть пустотой и самообманом. Так вот, оказывается, молитва должна быть и внимательной, и покаянной. Неужели во время молитвы трудно вспомнить, что она делала, и что я делаю, и что непрерывно в чём живу? Одна эта страшная суета только с ума может свести человека. Непрерывно! Апостол пишет, непрестанно молитесь, а мы и в день раз не можем действительно помолиться. Так вот, православие говорит, видите, о чём? А молите внимательные о покаянии, без которого никто не может спастись. И даже тот, кто первым вошёл в рай, он только и вошёл-то благодаря чему? Сказать, достойное по делам нашим мы получили. Ох! Какое осознание своей греховности! Какое осознание! В чём находился в каком положении? В страшных мучениях, пригвождённой, боли невыносимой! А он тут говорит, достойное по делам нашим получили. Вот оно, что, оказывается, спасает человека! Вот, что делает его достойным Царство Божие, очищает его! Вот так! Так что, вот, что называют православие молитвой. Ну, есть ещё много вещей, которые характеризуют нашу православную веру. Хочём сказать, что есть духовные законы жизни, без знаний которых очень трудно, я вам скажу, человеку действительно правильно жить и правильно относиться и к людям, к событиям, к окружающей жизни. Знание их нужно! Вы знаете, какие там законы духовной жизни, именно духовной жизни? Ну, где там говорить о законах духовной жизни, когда мы даже не знаем законов и греховной жизни? Мы даже не знаем законов и греховной жизни. Самые страшные, по крайней мере, беда, о которых говорит православие, это само мнение. Тот человек, который не борется с самомнением, тот, конечно, никогда ничего не получит, никогда ничего не достигнет, никогда не сможет увидеть, что такое благость Божия. Основные положения, на котором настаивает православие, это относиться насколько возможно к каждому человеку, независимо от того, кто он есть, с благожелательством. Это благожелательство называют, ну, словом, любовь, но любовь имеет очень много всяких направлений, поэтому я говорю благожелательство, не желать никому зла. Это необходимо совершенно, потому что надо запомнить, что малейшее моё недоброжелательство как к другому человеку – это рана, которую я наношу самому себе. Надо это запомнить. Вот. Есть недоброжелательство к человеку, уж не говорю вражда к человеку, ненависть к человеку. Это острый нож, которым я режу самого себя. Поэтому это одно из начал духовной жизни. И второе начало – смирение. Смирение под смирением что, разумеется? Осознание своей греховности. Надо не забывать об этом, что мы грешные люди. И тогда только, может быть, и молитва наша станет правильной, и отношение к людям будет правильным. Я об этом говорил, почему? Потому что в нашей с вами теме православие стоит на первом месте. Но я сказал православие и католицизм. Ну, немножко, может быть, надо сказать о католицизме. Католицизм для нашего современного, так сказать, мира представляет собой мощную силу. мощную силу. Папа Римский рассматривается как политик номер один. Малейшее его замечание публичное, его шутка, его какое-то слово транслируется моментально средствами массовой информации, громадным, по всем направлениям, по всему миру. это действительно политик. Именно политик. Ну, хорошо, верно, Ватикан – это и государство, не только церковь, как ни странно. Но это действительно факт, который свидетельствует об очень серьезном уклонении Западной Церкви от православия еще в свое время, я бы сказал, в первом тысячелетии. Какого рода это уклонение и почему приходится о нем говорить? Это очень серьезное. Но я вам назову только хотя бы два имени и они, по-видимому, уже все скажут нам. Папа Николай Первый – это IX век – заявляет Константинопольскому патриарху, что Римская Церковь является главой всех церквей мира. Следующий за ним Папа Адриан II заявляет, Римская Церковь – глава всех церквей, она никому не подсудна, и она является судьей всех прочих. Понимаете, интересно? Ну, сказать можно, кажется, все, что угодно. А почему? Вы возникает вопрос – почему? С какой стати? А знаете, почему? Рим был столицей одной из величайших империй мира, Римской империи. Рим. Там был император. И, пожалуйста, епископ Рима, сами понимаете, какой пользовался он, каким авторитетом, какой славой, и, если хотите, какой властью, приближённый к императору. Сами понимаете, как часто люди как ищут проходок кому-то, обладающего полнотой властью, чтобы добиться каких-то целей. Поэтому римский епископ в этом плане всегда был значительной фигурой. И представьте себе, и вот это чисто политический момент оказался самым значительным в какой же области? В политической? Да нет! В церковной! Я в Риме, я глава всех церквей! Причём, я обращаю ваше внимание, это просто настойчиво, непрерывно, из века в век утверждается категорически «Извольте меня слушать!» Если кто-то будет изучать историю церкви или читать, то убедятся, сколько из-за этого было конфликтов! Сколько было споров с этими римскими епископами! Что когда же вы прекратите, голубчик? Неужели вы не помните, кто хочет быть первым, да будет всем слугой? Если уж вы хотите взять уже как рассматривать как явление церковное, то уж тогда иерусалимский епископ должен быть первым! Там Христос, там Пятидесятница, там началась церковь! Иерусалимский – нет! Рим! Почему? Почему? Император там, оказывается, был! И даже когда разделилась Римская империя на Восточную и Западную, то Константинополь стал Византией столицей! И что вы думаете? Константинопольский патриарх стал первым! Не Иерусалимский всё равно! Константинопольский почему? А потому, что тут был император Византийский! Обращаю ваше внимание! Оказывается, по чисто политической стороне жизни мы вдруг видим первенство! Первенство какое? Церковное! это всё равно, что в огороде Бузина, а в Киеве дядька! Я почему в этом говорю? Что вот это самоутверждение римского епископа, оно в конечном счёте, пройдя очень серьёзные периоды различных нестроений, очень серьёзные, так, дошло до того, что уже объявили себя непогрешимыми, когда он выступает как верховный пастырь и учитель. Слышите, до чего дошли? Мало власти над всей западной церковью, уже даже безошибочной, непогрешимой. Слышите, до чего можно дойти? Какая гордыня! Какая беда! Причём, ещё раз подчёркиваю, никаких оснований для этого нет! Никаких! Просто никаких! То, что приводит это в вздор, глупости и чепуха, нет! Если хотите иметь первого епископа, Иерусалим, вы церковь или что? Давайте его сделаем! Нет! Понтификс Максимус – так назывался верховный жрец римской религии. Папа римский сохранил за собой этот титул. Он тоже верховный жрец. И это страсть – это беда. Это беда. Конечно, она поразила поразила затем всю западную церковь. Что затем произошло? Главное, что произошло? Мы начали с вами сегодня говорить, что является фундаментом православия. вот там-то он и был разрушен, этот фундамент. Уже не святые отцы стали рассматриваться критерием истины, веры и жизни. Нет! А кто? А что? Папа римский – один человек. Рома лого де кауза фенита говорили они. Рим сказал – вопрос окончен. Вы знаете, что сейчас происходит? В наше время уже хотя бы просто несколько примеров. Наиболее яркий, если хотите, пример. Папа взял и объявил, что перед причастием тот, кто хочет причаститься для этого человека достаточно пост один час. Один час. Я сам это наблюдал. Вы не думайте, не думайте, потому что доходило до какого-то, не знаю, смеяться или плакать. Сидим в ресторане просто, ну, понимаете, шутки, смех, пьем вино, едим, все. И затем все, католики идут, совершают мессу, говорим – да вы что делаете? А пока мы дойдем до костела, и пока пройдет месса, как раз будет час, и мы можем причастаться. Нет, вы слушайте, во-первых, кто же такой Папа, что он может решать такие вопросы? Во-вторых, ну ладно, Папа сказал, а где же вы нашли такое учение? Апостол Павел о чем пишет? Тот, кто ест или пьет недостойно суд себе ест или пьет? Оттого многие из вас болеют и умирают, как предупреждал! Какое благоговение должно быть? Какое воздержание, какое покаяние с тем, чтобы подойти к причащению тела и крови Христова? А здесь что такое? Сейчас, например, в Германии, по крайней мере, это точно, не знаю, как в других странах, но уже дошло до того, что в некоторых храмах католических совершаются так называемые шутовские шут, шутовские мессы, шутовские евхаристии, когда разряженные, как карнавальные, знаете, в масках, Бог знает кто в чем, значит, эта толпа верующих входит с гиками, со смехом в храм, валивается священник Самбона, начинает проповедовать всякие шуточки, анекдоты, все аплодируют, хохочут. Да, это шутовская месса, то есть издевательство уже даже. Как реагирует Рим на это? Осуждает. Простите, что значит осуждает. А санкций какие? Никаких. Помнишь, дедушка Крылова? А я бы повару иному велел на стенки зарубить, не тратить слов там по-пустому, где надо власть употребить. Никакой власти употребить. Это вполне соответствует духу современного католицизма. А знаете ли вы, например, что самая огромная библиотека порнографической литературы в количестве 26400 книг находится в Ватикане? А знаете ли вы, что уже к XIII веку икона фактически к XIII веку 1200 фактически уже исчезает и заменяется чем икона? картинами, картинками, рисунками, не икона, не это строгое, когда вы не скажете, кто... Да, это он, всё, но ничего нет тут реалистического, в смысле, что вот человек, который вот, который я вижу перед собой, начали писать. Сколько Мадонн! Ну, все были в музее. С кого писали Мадонн? С каких-то великих знатных персон писали и всё и подписывали. Мадонна Литте. Мадонна Конестабеля, например. Так, и всё. Картинами и картинками. Попробуйте умолиться на свою соседку, вам напишут в храме. Икона прекратилась. Сейчас Папа Франциск уже объявил о создании комиссии, комиссии, чтобы обсудить и решить вопрос, естественно, положить и решить вопрос, сомнений никаких нет, об учреждении служения диаконис. то есть женщины- диаконисы, которые будут участвовать в служении Евхаристии. Может быть, самое тяжёлое, что наносит страшнейший удар по верующим, это учение католической церкви о так называемых заслугах. заслугах. Оказывается, мы, верующие, можем иметь заслуги перед Богом. Понятно? Заслуги. Вот если я иду, нищий просит, я ему дал. Слава тебе, Господи! Помог там что-то сделать во дворе у церкви, и это хорошо! Помог финансово церковь, ещё лучше! Позолотил крышу, ну, ты вообще уже заслуги невероятные! А если ты ещё принял монашество, то это сверхзаслуги! Почему я об этом говорю? Вы вспомните великого, древнего, святого Макария, которого называли земным Богом, какую молитву мы его читаем утром, тот, кто читает утренние молитвы, Боже, очисти меня грешного, потому что я ничего благого не сотворил перед Тобой. Боже, очисти меня грешного, як уникали же сотворих благое пред Тобою. Великий Святой, ничего я доброго не сотворил пред Тобою. Это всё святоотеческое наследие! И вдруг здесь вам вводится учение о заслугах перед Богом! Вы теперь понимаете, как меняется психология верующего человека! И призываются люди приобретать эти заслуги! Благотворите! Особенно в церкви благотворите как можно больше! Приобретайте заслуги! А сейчас вообще объявили, что тот, кто часто и внимательно будет заходить на сайт ну, твиттер этого Папы Франциска, тому сокращается срок пребывания в Чистилище! Представляете, красота какая! Это до чего дойти? Это торг! Это вообще потрясающая психология! Патриарх Сергий наш, наш патриарх Сергий Старгородский и говорил, «Они ищут не Бога, а безнаказанности, только избавиться бы от наказаний и попасть прямо в рай!» Вот так! И вот сейчас, когда во Франции провели опрос и был задан вопрос о том, куда они пойдут после смерти, все сто процентов фактически ответили – в рай! Мы все пойдем в рай! Ну, еще бы! А что? Мы ничего особенного не делаем! Живем, как все живут! Никому! Ну, все, в общем, великолепно! Прямо в рай, прямо в рай, только ножки задирай! И все в порядке! Вот эти вот вещи такого порядка, когда человек, когда у человека культивируется, самое страшное – это мнение о своем достоинстве! мнение о своих заслугах, когда молитва подменяется культом, когда, оказывается, голос Папы является непогрешимым божественным голосом, все это сейчас привело католическую церковь к полнейшему омерщению! Она действительно стала полудуховное государство! Как говорил Феофан Затворник, святитель, говорил, оно совершенно... Это стала политическая корпорация, Феофан Затворник говорит, политическая корпорация, в которой в которой повреждены все таинства веры! Я вам его цитирую! Святитель Игнатий Принчинов говорил, говорил, это церковь, которая впала в полную прелесть! прелестная церковь! Все святые – это прелестные! Он даже иногда выражался так, так, эти сумасшедшие Франциски и Терезы! Это он называл величайших их святых! Вот так! Но зато внешняя сторона личина – всё кажется в чём-то подобии! Подобно! Ну, вы знаете, многие существа между собой подобны, правда же? Многие! Человек-обезьяны тоже подобны, но всё-таки разные же! Нельзя же судить по чисто внешнему подобию! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok